Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». 15 том. Вопрос 2937. «Ну а если бы князь Владимир поистине обратился, родился свыше и был Вадим Духом Божиим, то что бы он мог сделать, если нигде евангельской веры уже не было? Что бы вы сделали, будь на его месте?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Сразу же попросил бы лучших знатоков славянского языка перевести Новый Завет и немедленно же его размножить, посадив для этого сотни каллиграфов и послать проповедников по Руси. Но никак не крестить, пока люди лично сами, лично каждый не уверуют во Христа, не примет его своим спасителем. И тогда бы можно было крестить, и, конечно же, весьма немногих». 1 Коринфянам 1 глава 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот тогда бы на Руси было все по-другому. Сын Владимира Святополк не убивал бы братьев своих. «Монашество в том извращеннейшем виде, каким оно было прыснуто, не допускать, а объявить их вне закона, как врагов евангельской проповеди, и не выпускать из заключения, пока не дадут обещание письменное, что пойдут проповедовать Евангелие всей твари». Деяние 16 глава 9 стих. «И было ночью виденья Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Стихотворение. «Твое сияние пусть наш мрак рассеет, и пусть в сердцах людских растает лед, пусть помощь и спасение подоспеют. День Твоего пришествия придет, да снизойдет Твоя святая воля на нас и реки милости Твоей, да напоят искус и сохнувшее поле моих страданий вернутых костей. Пусть кровь из ран Твоих кровоточащих во имя всех Тобой спасенных душ и сад моей души, где тлен и суш преобразует в сад плодоносящий». «Последний день земного бытия и в первый день Святого Воскресенья пусть возвратится вновь душа моя, которую убили при грешения. Пусть станет дух мой тверже всех твердынь, преображенной силою причистой. Господь благословенный днесь и пресно всем сущим мире славимый. Аминь». Нарекация.